Пришла очередная весть, которую можно маркировать как исламофобская. К сожалению, их все больше и больше. Известный общественный деятель, русский мусульманин Артур Русяев задержан в Калининграде. Ему подброшены наркотики. Традиционно, как это у нас в России бывает, или подбрасывают наркотики, гранату, или находят какую-то экстремистскую литературу и упаковывают человека на дальние годы в казематы. Чем же прославился Артур Русяев? Тем, что он, будучи этническим мусульманином, принял ислам и решил на одной из своих ферм, одной из зданий переоборудовать мечеть. Он живет в городе Черняховка, Калининградская область. Это самая западная точка России. И тамошние мусульмане остро нуждались в своей мечети, в том, где собираться, и вообще в центре притяжения. Артур Русяев, вы, может, видели, слышали его историю. Это такой могучий и духом, и телом человек, весь вид которого говорит о том, что в нем живет и пылает вот этот вот здоровый дух. И будучи человеком очень принципиальным, человеком цели, он решил добиться этого. Он создал организацию «Махалля Иршат» в городе Черняховск. Но, однако, в 2019 году решением властей мечеть была снесена экскаватором. И надежды мусульман города Черняховка на этом закончились на тот момент. Но Артур Русяев, будучи, как я уже сказал, человеком воли, человеком принципа, решил добиться строительства мечети, но пойти уже другим путем. Он предложил властям открыть мечеть в городе Калининград и, по аналогии с храмом Вооруженных сил России, открыть мечеть Вооруженных сил России. То есть создать такой паритет. Он пошел на это вынужденно, чтобы попытаться обыграть бюрократию. Но бюрократия слишком хитра, слишком изощренно. И после нескольких таких предупреждений, угроз, о котором сообщила его супруга, неизвестными лицами, конечно же, ему подбросили наркотики. Ну, кто видел Артура Русяева, может удостовериться, где наркотики и где вот этот вот могучий богатырь, на котором, собственно, держится духовная колонна всей нашей страны и уммы. Это очень прискорбное событие, которое говорит о том, что власти некоторые занимаются откровенным подлогом, шантажом, преступной деятельностью. Потому что подлог такого рода, подбрасывание наркотиков, это преступление и законодательное, и нравственное, и, собственно говоря, политическое. Мы уверены, что дело Артура Русяева примет нужный нам оборот. Его признают, конечно же, невиновным во всем этом деле. И наша задача сейчас распространять, говорить, кричать об этом, помогать Артуру Русяеву. Адвокаты, журналисты, эксперты должны в один голос говорить о его невиновности, о том, что этот человек является духовной опорой страны, духовной опорой уммы. Поэтому мы четко должны осознавать то, что заниматься общественной деятельностью в России очень опасно. Это удел очень немногих людей, удел пассионариев. Но по-другому никак. Для того, чтобы идти вперед, нужен человек, который протаптывает дорогу. Я уверен, что Артура Русяева ждет справедливый суд, и этот суд, иншаллах, мы выиграем.